Меня зовут Маша, мне 20 лет. В любви я разочаровалась, наверное, давно, когда увидела своих родителей. И сама к ней особо никогда не стремилась. Ну, как любая девочка, все равно мечтала. Мечтала жениться, венчаться в белое платье. А в прошлом году, видимо, судьба у меня так сложилась. Выходила из ночного клуба и встретила молодую человека. Как только я его увидела, то есть любилась сразу, с первого взгляда. Это как будто бы все твои мечты и фантазии перенесли в одного человека. И вот он стоит перед тобой. Через неделю я познакомила его с отцом. Для меня отец еще был таким человеком, которым я очень боялась умнения. И всегда очень к нему прислушивалась. Когда я призналась ему, что у меня есть молодой человек, с которым я живу, он захотел с ним познакомиться. Я очень боялась сказать об этом Сергею. Он не хотел как-то, я думала, он не захочет ехать. Я прям все силы взяла в руки, подошла, говорю, поедем. Надо было ехать с Калуги в Переславль, не ближе никуда. Он согласился. А он сказал то, что он хочет пробыться на месте всю жизнь и знать моих родителей, знать моих родных. Мы поехали в Переславль. Ну, отец зашел. Прям даже я удивилась. Он подошел к нему и говорит, добро пожаловать в семью. Они пошли разговаривать. Со временем я узнала, что в тот день я много чего наговорил. Он постоянно говорил, что любит меня. Недельки через две, наверное, три он захотел почему-то завести ребенка. Я еще удивилась, как так быстро, так сразу. Но потом дошла мысль до того, что в принципе, ну а пробыть вместе 10 лет или пробыть вместе неделю-две, а какая разница? Если ты полюбил сразу человека, то почему ты должен думать о том, что будет дальше? Мы начали стараться завести ребенка. Я со временем узнала, что я и правда была беременна. Было все хорошо. Мы не ругались как раз. Хотя я по своему характеру ужасная истеричка. Все время люблю переспросить по сто раз, любишь ли ты меня или не любишь. И тут вечером пишет мне подруга. Маша говорит, ты держись, все будет хорошо, мы с тобой вечером приедем. Они, то есть его друг и она. Я говорю, почему вы, а где он? Она сказала, держись. Я почувствовала, что это неладное. Я уже утром, уходя на работу, не знаю как, почувствовала, что что-то будет. Я прибежала с работы, я так убегала, что же голову разбила. Прибежала, спросила, где он, а мне сказали, что он уехал. Что какие-то проблемы, дела. Я узнала, что я беременна, но опять же я ему это не сказала. Потому что я подумала, раз у него проблемы, то лучше я скажу, когда он меня заберет. Я была уверена 100%, что он точно вернется. Что, то есть, я его не потеряю. Я знала, что он меня любит. И я была уверена, что так как люблю его я, то есть, ну, таких девушек больше нет. А позвонил, сказал, что любит. Что все хорошо, все, можешь собирать есть, и скоро я тебя заберу. Потом написал сообщение. Если не ошибаюсь, кис, я люблю тебя, я сейчас покушаю, перейдусь через полчаса. Это было 26 октября. После этого больше я его не видела и не слышала. Я ждала еще день-два, я писала, звонила, телефон выключен, его просто нигде нет. С интернета он удалился, просто человек исчез. Я сама два года занималась спорлифтингом, фитнесом, работала, но за все это я забыла. Все этот спорт, здоровое питание ушло на последний план. Начала пить, есть, сходить с ума. Родственники не заметили, как-то тяжело. Они просто смеялись и говорили, что я еще ребенок, и все пройдет скоро. В Питере я пережила, наверное, самый худший месяц в своей жизни. Мне постоянно чудилось, казалось, что он где-то рядом со мной идет. То, что я слышу, как он со мной говорит. А бывало, я просыпалась от того, что мне казалось, что вот он рядом, а его нет. Мне хотелось проснуться и понять, что все это сонность, этот месяц. Вот как будто бы я, это не я. Вот тот жизнерадостный человек, который искал счастье в мелочах, радости, просто потерял все. И такое чувство, что весь мир померк, вокруг тебя ничего нет. Прошло шесть месяцев, я так до сих пор ни на секунду не перестала ждать. Сегодня 24 число, кстати, это ровно шесть месяцев после того дня, как я в последний раз увидела. Все эти полгода надо мной издевался отец. Потому что с января где-то, начиная, он начал говорить то, что он знает, где Сергей. Но он мне не скажет. Потом говорил, что не знает. Потом снова говорил, что знает, где Сергей. Потом снова, что не знает. До такой степени он меня запутал, то, что я просто начала теряться, где реальность, где фантазия. Я перестала уже понимать своей головой, что кто врет, а кто не врет. Моя семья начала надо мной издеваться. То есть родственники говорили то, что да он тебя не любил, он не вернется. Потом говорили, да нет, ты жди любит. Начала искать его. Искала, но безрезультатно. Полгода поиска, поездок по России. Писала его матери, друзьям. Я находила таких друзей, за которых я даже не знала. Я находила просто их фотографии общие. Весь интернет, просто нет ни одной строчки, где бы я его фамилию не искала. Я все, что могла, делала. Он просто как сквозь землю провалился. Он был, и его нету. У меня проблемы с функциями организма теперь пошли. Боли. То болит сердце, то болит голова. Мне все это объяснили, что это на фоне эмоционального стресса и депрессии затянувшейся. И хотели положить меня в клинику. Но я не представляю, как я в 20 лет легла бы просто в психушку. Это было бы уже слишком, мне кажется. Если бы хотя бы один раз позвонил бы и сказал, дождись меня. Да я бы и 10 лет ждала. Но вот так вот просто бросать человека и оставлять его без известности нельзя. Вот сейчас, спустя полгода, я стою одна в Москве, почти без жилья. Никого нет. Подруги бросили, осталась одна. И я не знаю, что делать, если честно. У меня просто нет сил. Все. Это чувство по капле вливается в нашу жизнь. Незаметно. Пока мы спим, когда идем на работу, говорим по телефону, общаемся в интернете. Мы привыкли заглушать его различными способами, чтобы не оставаться с ним наедине. Одиночество. Одиночество. Что это? Иллюзия? Одиночество. 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 Человек настолько зациклен на своих собственных достижениях, на том, что вот лично нужно для него. И он очень боится не успеть это. То, чтобы вот иметь близкого друга, надо потратить на этого друга время и силы. это выделить какие-то внутренние свои ресурсы. Человек страдает от того, что он очень далек от себя, от себя настоящего. Святые, они одиночество очень любили, и они всегда стремились к одиночеству. Но это было не совсем то одиночество, которое мы сейчас подразумеваем, а это было уединение больше. Наверное, такой термин подойдет. То есть они в уединении общались с Богом. И для них это было высшим счастьем. Одиночество современного человека, которое сопровождается пустотой, ненужностью и так далее, это, конечно, совсем другое. Это пустота, скорее всего. Настоящее удовлетворение этой пустоты – это стремление к Богу, к соединению с Богом. И только через духовную жизнь можно постепенно, с борьбой, конечно, эту пустоту заполнять. Но поскольку сегодня это потеряно у многих, то, соответственно, заполняется это чем? Тем, что дают. Предлагают вот эти удовольствия, наслаждения. И тогда человек начинает все это жадно поглощать, думая, что он тем самым заглушит свою вот эту потребность в духовной радости, да, и вот заполнить пустоту. А дыра-то получается еще больше. Человек может чувствовать себя хорошо вне активных контактов с окружающим, действительно. Это вопрос психотипа, вопрос психофизической конституции. Есть люди, которые именно по психотипической принадлежности, по генотипу, по своим генам, больше предрасположены к уединенной индивидуальной деятельности, творческой внутренней. Когда мы встречаем первую любовь, то убеждены, что она единственная и на всю жизнь. Как будто сбывается заветная мечта. Мир вокруг нас приобретает новые краски. Произведения классиков становятся близки и понятны нам. Мы чувствуем, как счастье окрыляет нас, обнаруживаем в себе источник энергии для будущих свершений, подъем творческих сил. Любовь – особое, глубокое переживание, раскрывающее наши лучшие стороны. Но далеко не всегда отношения с любимым человеком разворачиваются по нашему плану. Непредвиденные обстоятельства, предательство, невзаимность в одночасье могут выбить почву из-под ног. Что делать, когда ты не в силах удержать свое счастье? Почему мы закрываемся от окружающего мира и избегаем эмоционально близких отношений? Что происходит с человеком, потерявшим любовь? Как выйти из замкнутого круга одиночества и вновь обрести радость жизни? Наши герои пережили непростые жизненные обстоятельства, из которых каждый из них вынес для себя ценный опыт. Привет, меня зовут Павел. Друзья зовут Павло. Работаю замдиректора в ресторане. Мне 27 лет. Люблю жизнь и наслаждаться жизнью. Когда я работал официантом, мне было лет 20, к нам пришла работать девочка, блондинка, на высоких кубуках. Сначала мы смеялись, потому что официантская работа не позволяет работать на кубуках. И делали даже ставки, когда она уйдет сама. Начали общаться, встречались, встречались с друзьями. И потом как-то наши отношения переросли в какую-то дружбу. И мы стали проводить свое время только вдвоем. До этого я вообще не испытывал чувства любви, потому что был таким оторви и брось, как сказать. У меня много внимания с женской стороны. И я не задумывался никогда, есть ли такое что-то, любовь. И могу ли я вообще испытывать эти чувства. Со временем я переехал к ней, вот в этот дом. Где, в принципе, и началась наша такая уже взрослая жизнь. Я познакомил ее со своими близкими, с другом. Он был постарше меня на пару лет. Поумней, как на тот момент мне казалось. И я всегда стремился быть похожим, наверное, на него. И прислушался к этому человеку. Мы сидели четвером. Настя, моя подруга, он, ну и она. На что мой друг начал мне говорить, что это не мое. Что он обязательно докажет, что она девушка легкого поведения. Что мне не стоит с ней быть. И сказал, что в этот вечер он докажет мне. Мы выпивали. Потом пошли ночевать все к нам домой, потому что мы засиделись до утра, наверное. И легли спать, так как у нас была однокомнатная квартира. Трое на одной кровати и один человек на другой. Они подумали, что я, наверное, уснул. У них начались какие-то движения. В темноте пытался найти свою одежду, чтобы поскорее покинуть это помещение. Хлопая дверьми, выбежал. Куда-то побежал, сейчас уже так не помню. Даже помню, упал. Сидя на асфальте, искал деньги в сумке, чтобы добраться до дома. Я отсюда далеко живу. По-моему, даже какой-то таксист меня довез за бесплатно. Потому что понял, какое это мое состояние. У меня очень много времени было, чтобы понять самого себя. И как только, мне кажется, человек понимает себя, то он уже больше начинает разбираться в людях, больше прислушиваться к своему внутреннему голосу и меньше делать ошибок. Долго. Около двух лет, наверное, я пытался разлюбить человека. И понимал, что я не могу это сделать. Мне кажется, когда человека любишь, ты готов простить, наверное, все. Мы до сих пор общаемся. Она до сих пор, подо сих пор как-то так действует на меня, что я готов сломя голову на любой конец Москвы. Даже в Питер к ней приезжал приехать, чтобы увидеть. Очень сложно быть готовым к любви. Это вопрос веры. Вот насколько я готов все-таки довериться, доверять и Богу, и другому человеку. Любовь – это вещь, к которой нельзя быть готова еще и потому, что здесь нет никаких гарантий. Можно даже заранее сказать, что она потребует от человека просто всего его. Когда человек не чувствует каких-то эмоциональных границ, вот ему кажется, что если ты слишком распахнешь душу для другого человека, то он либо тебе навредит, там как-то тебя обидит очень сильно, либо ты сразу автоматом попадаешь к нему под каблук. И из этого страха, от неумения как-то регулировать эти границы эмоциональные, вовремя сказать «нет, не хочу», или «нет, не буду», или «в общем, давай сделаем как-то по-другому», человек начинает на всякий случай держать эту эмоциональную дистанцию, выстраивать стены от эмоциональной близости. Основания всегда не те же. Чувство одиночества – это на самом деле всегда отраженный свет. Это следствие того, что человек сам вкладывает в отношения. И если человек окружен любовью, вниманием, заботой близких, но сам со своей стороны безучастен, если этих усилий несимметричны с его стороны, у него будет чувство одиночества. Он будет все время неудовлетворен, раздражен, неустойчив, ему будет казаться, что никто его не понимает, что к нему все время суются, что помогают, но как-то нерепо, не так, не тонко. Это позиция человека внутренне истощенного, эмоционально-психологически истощенного. А настоящее чувство социализированности, настоящее чувство того, что я среди людей уместен в свой штурмбург города, оно развивается только от собственных внутренних усилий по отношению к окружающим. Одиночество для меня нечто что-то личное, а одухотворенное. Место, где я могу побыть самим собой, ну не знаю, подальше от толпы. Боязнь остаться одному, быть забытым, не оставить после себя ничего и никого. Одиночество – это очень плохо в жизни. Никогда не надо быть одиноким, нужно постоянно общаться с кем-то и когда-то. Одиночество – это, конечно, трудно человеку жить, потому что скука настает, скучно одному жить. Одиночество, когда рыба не ловится, тогда одиночество. Одиноко становится. Когда рыба ловится, весело. Из-за одиночества, ну я, например, в труде все время, я даже не ощущаю, что я одинокая. Что для меня одиночиство? Одиноких людей сейчас больше, нежели несколько лет назад, когда не было вот этого виртуального мира. Одиночество – это возрастная свобода. Это что-то, наверное, внутри, внутри проблемы, а не то, что это внешний человек. По факту одинок, живет один, и это не в этом на одиночестве состоит. Влюбленность. Всегда внезапно, когда меньше всего ожидаешь ее. Когда не успеваешь подготовиться. Всегда врасплох. Чем реже встреча, тем острее и желание. Жизнь на острие. Сколько это продлится? Гораздо сложнее любить того, кто всегда рядом, кто уже стал привычным, стал своим. При виде кого уже нет той манящей таинственности. Не замирает сердце. Здравствуйте. Меня зовут Амая Кацура, мне 20 лет. Я работаю диджеем, моделью и актрисой. Со мной случилась такая история. Когда мне было 19 лет, я познакомилась со взрослым мужчиной. Он мне очень сильно понравился, я влюбилась в него. Но у него была семья, жена и ребенок. Субтитры создавал DimaTorzok невозможно было, чтобы мы были вместе. И со временем он тоже в меня влюбился и он не смог без меня потом. Естественно, жена об этом узнала. Начала мне звонить, ругаться со мной. Я сказала, что я не буду больше лезть в его отношения, то, что все, я забуду его. Но потом уже он сам начал мне звонить, писать. Ну, не смог уже без меня. И мы приняли такое решение, то, что он идет от жены и будет со мной. И когда уже жена ушла, мы начали жить вместе. Ну, все было хорошо сначала, просто идеально. А потом он начал очень сильно ревновать, меня закрывать дома, вообще никуда не пускать. Ходил даже со мной на работу, ездил в другие города, на гастроли. Я убежала от него, поменяла номер телефона, скрылась полностью от него. У меня после этого не складываются отношения. У меня как бы есть сейчас молодой человек, но я к нему отношусь несерьезно. Это было очень... Это была перелюбовь. Но я не могу вернуться, потому что я опять не хочу такого кошмара. Всегда есть такое ощущение, что я из нока, и никому не нужна. Люди часто отказываются от любви по каким-то своим соображениям, которые могут им казаться очень важными, разумными. Они могут просто убить любовь к себе. Чувство одиночества – это когда человек сам не вкладывается. Он не изолируется, он не вкладывается. Он звонит людям, но с тем, чтобы выговориться, а не выспросить. В любой паре, хоть в любовной, хоть в дружеской, в любой паре каждый ждет, что им будут заниматься. Каждый ждет, что он на месте сосредоточится. Мы все нормальные, живые люди, никто из нас от этого ожидания не избавлен. Даже самый самодостаточный наполненный человек. И когда долгое время от ожидания остается неудовлетворенным, естественно, это дело начинает трещать, рваться и разрывается. Когда два человека объединяются на каких-то правильных внутренних началах, хоть любовная пара, хоть дружеская, повторяю, у них начинают улучшаться отношения с окружающими. В частности, и это очень важно, с их родителями. Когда двое объединяются, потому что они друг в друга бегут от некомфортных отношений с внешним миром, тогда у них отношения с этим внешним миром закономерно еще больше портятся. Психологически сохранных людей закономерно меньше, чем несохранных. Но если говорить о нашей стране, сломалась привычная система, в которой жили век, новая система еще не возникла. Люди не понимают, как жить, за что цепляться, что перспективно, что семиминутно. И люди поэтому в массе своей сейчас чрезвычайно универтизированы, перепуганы. Мы получаем образование, чтобы освоить профессию и найти хорошую работу. Вкладываем немалые деньги в повышение квалификации, изучение языков, чтобы добиться большего успеха. 11 лет, проведенных в школе, нас учили писать, читать, заучивать информацию. Мы вступаем во взрослую жизнь, овладев профессиональными навыками, но совершенно неподготовленные к пониманию друг друга. Между тем, одним из самых больших интересов человечества остается интерес к личным взаимоотношениям. Хорошо можно проиллюстрировать. На примере цирка. Люди редко задаются вопросом о таком парадоксе, как-то клоуну на арене дают пинка или щелчка по носу. Все смеются, да. И если задуматься, это очень странная вещь. Смех – это признак удовольствия. Какое мне удовольствие от того, что кому-то дали по носу? Но если задуматься, то понятно, какое удовольствие – это момент безотчетного, но мгновенного сравнения его семиминутного неблагополучия и моего сравнительного благополучия. И тогда становится понятно, какие люди смеются больше, громче и истеричнее. Люди с очень большим внутренним дискомфортом, которым из-за этого дискомфорта очень важно убедиться в своем сравнительном превосходстве. Еще каких-нибудь полторы-две тысячи лет тому назад ничтожен срок революции, той же толпы в том же цирке, для этого удовольствия. Надо было, чтобы на глазах живого человека растерзали дикие звери. Или чтобы гадиаторы друг друга реально нас не взарезали. Настолько велика была тогда невротизированность. Так люди были сильные перепуганы. Вот из этого сравнения видно, как прогрессирует наше состояние. Человек чувствует себя одиноким и хочет быть кому-то нужным, хочет построить близкие отношения, хочет, может быть, всю жизнь прожить одним человеком и так далее. Но при этом он не может, не умеет это делать. Он не умеет жертвовать, он не умеет думать о других, а его все внимание концентрируется вокруг себя. Это не проблема общества. Для конкретного человека это не проблема других. Я никому не нужен. Это проблема самого человека, который не смог, не может интегрироваться в это общество, не может отдавать. Одиночество – это не так страшно на самом деле. Не нужно постоянно держать себя в контакте с каким-то человеком и всегда быть общением для кого-то. Развиваться, физически, материально. Ну, надо чаще, наверное, встречаться, вспоминать о старых друзьях или просто там переписываться смс-ками, телефонами. Не нужно думать, что ты одинок во Вселенной. Нужно общаться с людьми, улыбаться. Выходить в мир, не сидеть, не прижимать дома на сурочке перед телевизором. Самодостаточность человека – это все-таки иллюзия. Естественное положение людей – это все-таки некий взаимообмен. Даже тот человек, который, ну, предположим, самодостаточен в каком-то бытовом, там, материальном, там, даже, может быть, интеллектуальном плане, он все равно нуждается в других людях. Без вот этого вот взаимообмена с окружающим миром, да, его, в первую очередь, с людьми, он не способен к творчеству. Когда вдруг человек хочет сделать что-то серьезное, вы знаете, внести какой-то вклад в этот мир, вот что-то в нем, вот новое внести, вот чтобы что-то изменить, чтобы что-то сделать, действительно. Вот он доходит до какой-то стадии, и там дальше тупик, он чувствует, что его сил уже не хватает. Мы встречаемся и расстаемся. И в каждой следующей встрече пытаемся рассмотреть того единственного и близкого, ту родственную душу, которая, быть может, идет нам навстречу. Меня зовут Дмитрий, мне 34 года. Я работаю помощником бухгалтера в аудиторской компании. Я являюсь глубоко одиноким человеком, можно сказать, хронически одиноким человеком, наверное, один на тысячу, таких очень мало. Я основывался всегда на каких-то идеалах русской женщины, в которых я вот слышал от родителей, смотрел, значит, фильмы советские, читал классическую литературу. В общем, искал таких тургеневских девушек, что называется. Долгое время отрицал для себя гаджеты, социальные сети. Я думал, что это как игры какие-то. Я думал, конечно, надо в реальности человека узнавать, знакомиться. Это все бред. Где-то переписки какие-то, сайты знакомств. Сначала я пытался все-таки как бы поактивнее знакомиться, в том числе и на улице, как-то находить темы для разговора какие-то. В большинстве случаев меня сразу, как я уже вот только недавно говорил, сливали, то есть фактически показывали, ты слишком правильный, скучный, слишком принципиальный для меня. Вон, ботаны зануды. Мне с таким неудобно будет, неприятно, слишком замороченный. И я подумал, что раз уж в соцсетях вся страна сидит, то и мне сам Бог велел, что я умею красиво выражать мысли, писать, лучше, чем говорить, то есть умею. Сначала сайт знакомства попробовал, но там, конечно, уровень был такой, что это дом 2 или бордель какой-то. то есть, как будто я оказался в такой вот передаче. Сразу какие-то там вылезали фейки там, положи мне денег на телефон, потом, может быть, вот эта вся тема. В общем, я на это все быстро просто положил. Просто как понял, что это не мое это вообще. И перешел на самые популярные социальные сети. Вот одна девушка, допустим, вот пример такой. Привожу очень классический, и впоследствии обжигался так не раз. Липецкая область, девушку зовут Марина. Она где-то года на 3 моложе меня. То есть, на что я обратил внимание. У нее на стене в социальной сети очень красноречиво такое вот висело, значит, ее собственная такая вот как писанина, что где же вы настоящие достойные мужчины, способные быть верными, значит, не обманывать свою девушку, способные отвечать за свои слова и действия. Я поняла, что таких нет, и решила быть одинокой, то есть быть одна. Соответственно, конечно, это очень подходящий для меня случай, потому что я сам такой человек, который вот соответствует ее вот этим вот требованиям, где же вы там, как бы. Вот я и написал. Она показала группу, где она сидит, сообщество. Я туда стал заходить, что-то спорить иногда с тем, кто там участвует. Мы как в едином чате были потом, значит, уже после нескольких месяцев знакомства. Ну, месяцев пять мы так переписывались. В итоге с красными глазами под утро ложился спать уже, ложился спать уже. Вот, вроде как мы с ней в спорах даже находили общий язык. Но вот с Мариной мы так и не встретились в реальной жизни. Потом она мне просто перестала писать первой и стала отвечать мне через два-три дня на мои сообщения. Все более вяло и холодно как-то. Вот, значит. И потом оказалось, что она уже просто как бы ходит на свидание, что она разместила за это время анкету в разных соцсетях. Спустя три года, значит, сидения в социальных сетях в интернете, я в одной из групп увидел комментарий к какой-то моей статье от одной девушки, которая мне понравилась внешне идеально, как практически никто никогда. И я ее полюбил с первого взгляда буквально. Вот по фотографиям. Девушка из Новгородской области, из деревни. Ничего у нее про статус не написано в отношениях, она не в отношениях. Ну, и как бы, значит, начали разговор. То есть, она прочитала какие-то из моих статей, которые я уже выкладывал в сообщество, на тему падения нравов, на тему, значит, того, что сложнее стало найти невесту приличному парню сегодня. Я уже говорил, много с кем пытался знакомиться. Вот говорю, даже захожу на твою страницу. Такая вот действительно свежая, чистая девушка, красивые, глаза горят. То есть, прям душа радуется. Сразу почувствовала, вот как бы, прям во всех смыслах физическое и духовное такое влечение к тебе. Вот просто, как будто наяву. Такого у меня в соцсетях никогда, мол, не было. И она как-то пишет, как будто вся в слезах. Говорит, ой, Димочка, ты знаешь, просто есть одна проблема, я вообще-то еще замужем пока. Ягун на твоей странице этого не видел. В итоге мы не встретились, но при этом она очень кокетничала, в отличие от той Марины, и просто видно, вся краснела от моих вот таких вот писем влюбленных. Вот, и когда уже я понял, что с этой Надей ничего не выходит, я решил ей рассказать свою историю подробно, мои диагнозы просто, и почему я, мол, обречен, давай хотя бы мне телефон свой, и хотя бы просто поговорим, выговорюсь, в живую голос твою услышу. Она говорит, у меня нет телефона, у меня телефон есть только у мужа. А потом, как бы я проявил и другую о ней заботу, что она интернет-зависима очень сильно, я ее попросил, дал ей статьи, написал собственные, научные рекомендации, как избавиться от интернет-зависимости, чтобы сохранить зрение, осанку, чтобы контакт с дочерью не потерять все-таки. Она меня нахамила, послала, заблокировала. Я ее писал с других страниц, специально создал ради нее, она оскорбляла меня, и написала, обращусь в полицию еще раз, если ты начнешь в таком тоне, мне со мной вообще разговаривать с любых страниц. Ты интернет-преследованием занимаешься, это уголовное дело. Вот, то есть, как бы, безусловно, после такого вот, значит, как бы, случая, после двух этих случаев, которые я чуть не покончил с собой, пару раз напился, думал, как вот безболезненно уйти из жизни. Филипп Джейсингхи знает почти все об интернет-знакомствах. Созданный им в 2008 году сайт стал одним из популярнейших ресурсов для общения и поиска своей второй половинки. Кто и зачем приходит на такие сайты? Люди приходят на этот сайт, чтобы, видимо, избежать какого-то одиночества, которое преследует людей. Потом, цели тоже могут измениться. Потом, люди могут найти друзей, общаться в каком-то дружеском кругу, по интересам, немножко отставляя свои первоначальные задачи, то есть найти любовь или семью. Была первоначальная идея, чтобы люди, которым нечем заняться вечером, могли бы встречаться, ходить в кино. И самое главное, что по мере работы над сайтом, я тоже, моё мировоззрение, оно тоже достаточно сильно поменялось. Я понял, что многим людям совсем не этого нужно, к сожалению. Есть такой стереотип, что мужчина только развлекается, а женщина что-то серьезное. На самом деле, женщинам нужно в общем-то то же самое примерно, что и мужчинам. От этого никуда не деться и ничего не сбежать. Если, грубо говоря, женщина не рассматривает вас как мужа и отца от детей, то она также решает свои задачи, свои потребности, которые не сильно отличаются от мужа. Думаю, одна из проблем в том числе в том, что мы живем в высококонкурентной среде, к сожалению, или в больших мегаполисах, или в городах, или на сайтах знакомств. Когда люди погружаются в такую среду, они всегда думают, а, типа, что тут ценить, вот я еще, допустим, вот сколько девушек бродит, или там еще фоток на сайте много. Когда люди точно знают, что они сейчас выключат, и этого пошлют, того пошлют, и так далее, то он не так ценит общение, не так он человек себя ведет достойно, мне кажется, в какой-то мере. Тем более, что интернет, как все знаем, он создает такую ауру анонимности, безнаказанности, да, это вот опасность. А безопасность тоже, вот, она та же, что и опасность. то есть вы можете общаться с десятками людей, если кто-то вам не понравится, вы просто можете не общаться, конечно. Многие считают, что вот какая-то такая искренняя дружба, это намного ценнее каких-то близких отношений, потому что близкие отношения, они имеют такое свойство как-то проходить, как-то перерождаться в что-то там. Вот почему, говорят, от любви до ненависти один шаг, от дружбы, вот до ненависти, вот нет такого пословица, что от дружбы до ненависти один шаг, только про любовь. Меня зовут Оля, мне 28 с половиной лет, в данный момент открыла магазин, в партнерстве со своей мамой открыла магазин детских товаров. С моим первым молодым человеком, моя первая любовь, мы учились в школе, и вместе поступали в университет. Начали встречаться с того, что просто вместе ездили на курсы подготовительные на электричке. У нас были достаточно такие вот теплые отношения и даже могли бы закончиться, наверное, свадьбой, если бы не я. наверно, у меня такая влюбчивая натура. Через год или через два точно даже не помню, это же было достаточно давно, мне было 16 лет, просто просто начал нравиться другой мальчик в группе. После него был молодой человек, который практически, можно сказать, через какое-то время перехватил меня. познакомились на работе, он был моим начальником. А потом, примерно через год, снова на работе, молодой человек, как бы потенциальный клиент нашей фирмы, пофлиртовал со мной и вроде как... как это назвать? Ну да, очень понравилось, причем не сразу. Но почему-то я все-таки согласилась на то, чтобы он отвез меня на машине на английский язык после работы. Но я пришла к тому, что я долгое время считала, что брак, семья — это все вообще пережитки прошлого. Ну вот как это было модно какое-то время тоже так рассуждать. А сейчас я пришла к тому, что это самое важное в жизни. И очень важно создать семью — это огромнейшее достижение, крепкую, настоящую семью. Я не чувствовала себя одиноковой только вот в первых отношениях, которые я не ценила. Бывает такой период в жизни человека, что ему не хочется близких отношений, он заканчивается вперед. Есть такой миф о том, что близкие отношения, они требуют таких сил, что они будут отвлекать тебя от основного дела. А на самом деле все с точностью наоборот. Потому что там любовь, какая-то глубокая привязанность, если это не перекос в другую сторону, что это какая-то такая болезненная привязанность, такая зависимость, то это как раз то, что добавляет людям силы. Это является мощным, совершенно мощнейшим стимулом, чтобы своротить горы. Наиболее правильные постельные и любовные потом супружеские отношения вырастают из отношений, которые называются дружба. Чем дольше ты с человеком общаешься на досексуальной стадии, чем дольше ты с ним общаешься в непосильных отношениях, тем лучше, тем более объемно ты его узнаешь. И что особенно важно, с какой стороны особенно важно с надсоцией партнера-партнерши, это их поведение в негативных ситуациях. Только такие ситуации являются показательными. Люди всегда были склонны к поверхностным сексуальным связям по очень простой причине. Что такое секс вообще? Вот такое секс и не отношения. Это потребность доставить себе удовольствие. Это человек, который на это идет ради удовольствия, заведомо никаких отношений не предполагает. Отношения это усилие над собой. Отношения это должен приглядываться, смотреться в глаза с каким-то вопросом, хорошо тебе или плохо, что у тебя вообще было сегодня и днем, что ты собираешься делать завтра. Потребность доставить себе удовольствие обостряется у людей тогда, когда очень сильно внутреннее неудовольствие, когда сильен внутренний дискомфорт, когда человеку плохо. Когда совсем тошно, когда совсем плохо, то муж очень хочет сделать себе хорошо. Для него это очень плохо, для самого человека, потому что это наркотик. Это прямой наркотик. Если человек делает что бы то ни было просто для получения удовольствия, то это удовольствие он получает, но оно очень скоротечное, и в следующий раз для такого же удовольствия требуется большая доза того же самого. Если понять, что наоборот мне станет легче, светлее, если я на ком-то по-настоящему сосредоточусь, тогда здесь кроется и ответ, что делать, сосредотачиваться, делать усилие наружу. Для того, чтобы начать как-то чувствовать, надо сначала начать как-то действовать. Меня зовут Владимир Соколов. По профессии я скульптор, мне 70 лет. Родился я в Сибири, в городе Новосибирске. Родителей своих не знаю, никогда их не видел. Жил я в детских домах из Новосибирска, так как детские дома были переполнены, меня послали в Поволжье, в Мордовию, где я учился, закончил художественную школу в городе Саранске. и скульпура, вules TJ встречается в городе Саванске. С 뒤дые и скульпура. with как только человек научился лепить и стал что-то создавать. Наши все дети в детстве любили куличи играть, лепить эти куличи. Потом они забывали, что они это любили делать. Все пробовали. Руками потрогать, пощупать, слепить. Вот это крыло тяжелее всего этого орла. Оно должно быть легкое. Вот такое крыло должно парить, оно должно помогать орлу лететь. Потому что здесь перья. Тут он летел, он в полете летел. А там это, извини меня, ничего не получается. Вот видишь, вот если взять, то перья совпадают с орлом. Он, в общем-то, соответствует перу, соответствует птице. Потому что это перо должно делать его парящим. Когда проходил службу в армии, я впервые обратился в архив города Новосибирска. Мне прислали письмо, что таких, как я, в городе Новосибирске не значится. И вот совсем недавно я обратился в общество Красного Креста. Мне выдали бумагу. То, что у меня нет родителей. И сказали мне, чтобы я написал город Новосибирск. Я обратился в архив города Новосибирска. И сейчас жду ответа. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Он же не помнит, а ощущения он помнит Когда он не будет трогать мою, то есть 100 лет дневник, он вспомнит то, что он ощущал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok